здравствуйте с вами интенсив курс сегодня разбираем формулы работы мощности электрического тока поэтому ставь лайк подписывайся на канал поехали электрический ток работает на людей при этом он совершает работу химическую и физическую и тепловую световую и так далее именно как раз за работу электрического тока мы платим деньги киловатт часах счетчик показывает как же правильно рассчитывать вот эту работу ну во первых работу совершает кто электрическое поле перемещают электрические заряды а работоспособность электрического поля характеризует напряжение то есть работа это не что иное как произведение заряда на напряжение но проблема в том что заряд не так-то легко измерить поэтому нам нужна другая форма а для этого воспользуемся формулой тока ток это отношение заряда за единицу времени и мы можем выразить заряд это произведение тока на время теперь вместо заряда q я поставлю и на т и тогда я получаю первую формулу по которой легко рассчитать работу произведение тока напряжение и времени а работа в джовлях и сила тока в амперах можно измерить ампер метром у напряжение в вольтах можно измерить вольтметром но это время секунды можно измерить секундомером или же обычными часами но это не все учитывая что у нас есть закон ома мы можем его применить и получить еще дополнительные формулы а именно вместо силы тока и подставим у разделить на r тогда мы получим вот такое равенство у р умножить на у на т у умножить на ум мы получим у квадрат рт это новая формула по которой также можно рассчитать работу электрического тока и вот эта формула ею удобнее пользоваться если мы рассматриваем параллельное подключение проводников но из закона ома мы можем выразить напряжение напряжение это произведение силы тока на сопротивление и теперь в нашу формулу вместо напряжения мы можем подставить сила тока умножить на сила тока мы получаем ток в квадрате rt и мы получаем третью формулу по которой мы можем рассчитывать работу электрического тока и данной формулой удобнее всего пользоваться при последовательном подключении наших резисторов, так как у них именно одинаковый ток. Здесь все понятно? Идем дальше. Работу может охарактеризовать еще такая физическая величина, как мощность. Что такое мощность? Мощность это скорость выполнения работы. Обозначается большой буквой P, единицами измерения являются ваты. Но это не одна формула, по которой мы можем рассчитывать. Это в общем виде. Но для электрического тока есть также три формулы. Так как мощность это работа разделить на время, вместо работы я могу подставить ИУТ. И тогда Т и Т сократится. И тогда мощность будет рассчитываться как просто произведение силы тока на напряжение. Очень внимательные ребята могут заметить, что в работе время есть, в мощности времени нет. Аналогично мы можем записать формулу мощности для остальных работ. P равняется U квадрат разделить на R. Эту формулу, опять же, удобнее использовать при параллельном подключении. И P равняется I квадрат умножить на R. Эту формулу удобнее всего использовать при последовательном подключении. Здесь все понятно? Идем дальше. При прохождении электрического тока по проводнику на нем выделяется тепло. Это тепло выделяется за счет того, что электроны, когда движутся, соударяются с ионами кристаллической решетки нашего проводника. Тем самым разогревая его. Количество теплоты, при этом, которое выделяется, мы можем рассчитать по данной формуле. I квадрат Rt. То есть нам нужно знать ток сопротивления нашего проводника, ну и время прохождения электрического тока. И эта формула ничто иное, как закон Джоуля-Ленца. Где Q? Это количество теплоты, которое измеряется в джоулях. Очень внимательные ребята могли заметить, что работа и количество теплоты, вот эти формулы, абсолютно одинаковы. И на самом деле это так. Тогда мы можем сказать, что работа равна количестве теплоты. И на самом деле это так. Количество теплоты можно рассчитывать по любой из формулы работ только в том случае, если речь идет о электронагревательном приборе. Если же у нас используется электродвигатель, электрическая лампочка, тогда мы количество теплоты можем рассчитывать только по формуле закона Джоуля-Ленца. Так как часть работы будет уходить в механическую работу при вращении двигателя, либо же в световую при горении лампочки. Если было все понятно, обязательно поставь лайк, подписывайся на канал. Пока!